всем привет всем привет сегодня на нашем канале сейчас есть мукбанк у нас пельмешки пельмешки домашние свинина говядина здесь у нас все вместе ну чё мы с вами просто одни папа у нас командировки мы решили побалдеть чё бы нам не побалдеть да честно вернем сейчас так это из командировки так увидит мукбанк вы что без меня пельмешки ели да 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 так у нас есть сметанка у нас есть кетчуп у нас есть горчица в общем каждому кто чего хочет и вам ты чего хочешь пельмени супер горячий прям из кастрюльки сюда я чуть-чуть сейчас начало с горчичкой наверное я а потом буду засмеет хотя на нас начало надо было со сметаной она холодненько забиваем вообще-то апельсиновым соком рич вкуснее вот я сейчас заказала себе мясо к выходным говядину заказала не знаю по 600 вообще она без кости ну он там скала я теперь все вырежу 3 килограмма 3 4 скала килограммах еще и печени 3 килограмма но скал печени больше не будет поэтому я забрала печень у него лежал интересно красивый такой кусочек место на печень последний осталось у нас еще есть он завозить не будет другого печени не будет все пошла где свиной отдел там вообще не скажет числа 25 только будет огромным здрасте игрок а когда переменник нам будут лепить 25 в общем написала мне обещала в четверг позвонить пообещала до беда прям найти магазины пустые а ты вот к этому к как его мы горячо как за говядиной ходила к тому другу твоему а который нам делал вырезку этих для стейка он же вот уезжает уезжает да иногда вот это кричится у меня это мы с другом как-то с допов шли мне же в пятницу у меня двое допов мы с ним получается сообщество шли решили зайти в армению сити его попросили шоуруму там родители купить пока ждали пока шоуруму там приготовят он разгорелся там но не типа знают друг друга типа вот этот он тоже туда заходил ой ой горчица два пальца в нос и закрываем рот чтобы нельзя было попить ой что-то я переборщила о чем загорчится русская традиционный вкус обычно сушьи горчи очень традиционно и так вот у нас же получается они там разговорились типа у друга он занимался тейквондор но и тренера типа нет он уехал из города но совсем да совсем и типа ну не знаю куда еще раз буду еще дальше ходить раз нету больше тренера а типа того кто может заменять тоже нету ну какой-нибудь другой в этот вид борьбы этой вот потом они там тоже разговорились ну то что мой тренер по тайскому боксу уехал в америку сша именно и вот этот продавец как раз говорит тоже хотел тоже хочу вот потом выхать в америку там слышал мечта открыть хочу они так вот на таких этих ножки деньги делают он горит там как раз таких вот именно на большой город может всего три точки шоурумы до потому что типа шаурма у них же у них бурита и так как а в основном ну прикольно там можно будет рубить баковой если в центре поставить не надо еще в америку так-то уехать потом света оформить не так то это вообще все просто на самом деле ваня мы с тобой салфетки не взяли а как хорошие сезон горячим знали так то просто америкам открыть свое дело то ничего себе ну какой-то молодец извините за этот скрежет ваня мы же забыли похвастаться нам приехала письмо так google от сенс да она наконец-то пришло подтверждение код наш мы уже хотели писать ну как бы говорить о том что нет конверта и тут на тебе конечно я переживала правда потому что у нас сейчас я же говорю с этой дорогой где может все потеряться ночью простым идет не заказны никакого не отследить нас опять с вами так как раз про доставку напомню вот те остальные заказы что мы с тобой сделали на алиэкспресс их либо надо отменять час уже на либо надо будет это хочу тебе тут написал ничего мне просто сказали типа продавец проиграл спорте по вам позже переведут деньги он не придет стадия перечисления типа оформление ну что я думаю либо надо будет отменять либо все-таки через этих через вас то что у тебя с работы вот как раз можно будет так кого-то попросить забрать смотрим жалко отменять ты не потому что все посылки там написано ориентировочно должны прийти одиннадцатого января 10 10 11 января так января уже уже будет дорога на на уже пятерочка будет кататься и думаешь ну возможно но если нет то на машине все равно кто-нибудь поедет попросим хотя для больших на она может и не будет люди меня на работе сказал начальник мая не это сама зимнику не готова переправа вода стоит логично что она еще не готова ну машина машина туда заехать не могут техника потому что даже техника они же должны намораживать ее надо они ее же просто тоже сверху водой заливает она мы в том году выкладывали видео как мы как раз перед новым годом ехали в екатеринбург и там видно как намораживается ледовая переправа у нас посмотрите если кому интересно и как мы ехали по льду нет без разрешения до нелегально не дай бог что случись потом все объявления ненормальные люди поехали прям знаете едем лед блестит подниму все голый лед как эти да а ехать то страшно еще так думаешь заката иногда в голове так прокручиваешь отстегиваешься естественно в голове сразу начинается мысли так что мне хватать первым надо кота выкидывать из машины или вещи а мы же с котом ехали в этом году мы никуда не поедем у нас потом в марте от как-то уже прям что-то каждый год конечно там большом городе шикарно ничего не скажем анти руку задерж микрофончик осторожны пожалуйста новый год конечно шикарно это я обожаю ходить по магазинам вы все любите по магазинам ходить муж мой не любит но он не обижается я упору ему все равно и мне так я говорю безумно прям все это красиво наряжено я вообще ненавижу ходить по магазинам ладно сходить за продуктами как мужчина но когда за одежда идут мне иногда не нравится даже когда мне одежду выбирает мне просто хочется быстрее пошли уже отсюда пошли причем из-за этого нежелания ноги быстро устают хочется но зимой тяжело ходить ничего тут я не скажу потому что мы же все одеваемся тепло оттуда заходишь кондиционеры они постольку поскольку даже если ты куртку снял то обувь все равно да поэтому тяжеловато конечно бродить бродить на вкусненько вкусненько тебе зайчику сначала думала печень потом приготовить ну да ну вообще ничего не охота готовить ночью настолько наготовлено нас еды мы вдвоем остались с ним а у нас еды еще и бульон у меня стоит готовый который я еще не заправляла ужас придется раздавать у нас раздавать так у нас на этой неделе знаете какое торжество у нас у родителей годовщина свадьбы пятидесятилетия совместной жизни мы идем загс официально их позвала пригласили вы меня на позвон там сейчас же за коронавирус ли нельзя всех подряд пять человек только можно вот я пойду не знаю по приедет или нет дима до конец по любому ну диму конечно ли ты не знаю надо познать насчет тебя если она еще там кого-то не позвала то тебя надо со школы отпросить как внука а во сколько ну в 11 чем в 11 20 ого о со школы да вообще-то насколько долго продлить нужно на час наверно но посмотрим еще из бабушка поговорить от я вчера не сообразила ногах учатся же там сюда даже если пять человек уже набрала ничего страшного ты придешь на пути не выгонит тоже не знает кому именно ты пришел может и просто присматриваешь да 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 как это все происходит и нужно ли мне да это в будущем вот и вот естественно мы потом торжество отмечать будем это событие торжественное они хотели именно это вот что в церкви делают на свадьбу венчание а что-то она мне ничего не говорила про это но мы когда в баню ездили они что-то говорили давай там помечаем ну я не знаю насколько они все-таки собрались это делать но именно мысли у них были об этом я дважды на венчание по молодости еще до замужества у своей сестры двоюродного брата у его жены держала вот эту сзади корону это это пытка девочки было она тяжеленная эта корона ты же должен ее невеста свадебном платье ты стоишь сзади позади невесты вот так держишь эту корону и еще нужно и не опустить ее на голову потому что тут у нее красота прическа и веночки всякие цветочки это нужно на весу это содержать и мне эта процедура вот это вода все показалось и вечности долгой так это рука мне чуть не отвалилась кошмар когда закончилась эта процедура все идите нафиг их что-то навенчалась я так устала я сначала вот у брата двоюродного меня попросили а потом сестра попросила я так думаю а так это когда во второй раз боже я не хочу этого снова испытать на запраду тяжело она сама по себе не легкая ну и рука на весу а он так долго же а потом она ходить ходить еще начинают водить начинают и ты ведешь же мне наступите на платье на длиннючая ой знаешь это вот так уж и миланушка я на у нее не кушаем что у нас половину это что он каждый раз садимся кушать и ничего не едим толком отвечу сможешь вот это что это замок банги уносит такие русские давай мы сможем не венчались кстати будете ну поначалу я была как бы ну против потому что для меня сам смысл венчание это не просто прийти там повенчаться а это брак перед богом на всю жизнь да и мало ли ну вот когда я так в тема лады к это думала что нужно сначала проверить пожить нет ну как бы проверить свои чувства чтобы мало ли если что-то ну в итоге сколько вы уже с папой 2 очень много больше 20 нет 25 лет вот сейчас как бы и не против это я уже разговаривала с батюшка на эту тему но не знаю а и он так говорит извините короны закончились раз ты собственно говоря не обязательно устраивать из этого какие-то да там пиршества там или еще что-то пришли просто поздравили уж на вас какая будет свадьба иванушка не задавали таких вопросов ты не разбираешься к кому к чему относится ну надо зайти посмотреть еще же как бы рано об этом говорит годовщины как бы еще летом будет поэтому то сидят сейчас не сбыл она в июле в июне и в июле уришки у нашей 24 15 слушайте очень вкусный перемешки 15 или 24 24 чего-то тут сам до 15 15 я не знаю мне казалось 15 числа я тогда не смотрел на день который был а я еще так сижу это грин свадьбы ну перед церемонией думаю блин чем все всегда плачут на свадьбу игре это же праздник чё плакать-то и такой ладно я ошибался бы на свои слова назад это капец на расплакались мы все я попросила сразу красить меня так водостойкой до косметикой а прикинь если бы они это забыли и вам так платье же до начала вытирать так да бог тому неужели там уж вытирать сидел ты сидел хрень кусок выдирал так вкусно у меня на работе коллега она на стихи пишет написала стих вот я сейчас уже сходила сейчас мне надо на электронку скинуть сделают не не типа фотографии стих к этому родителям на очень красиво стихи пишет и на моей маме сам на юбиле красиво стих сейчас вот родителям написала красивый торт у тебя подруга сделал дедушки на день рождения книга вот это наш атлет а интересно что нет почему шестьдесят нет еще на 65 минут заказываем на 65 лет что-то резко деда составим не ему будет подожди что-то ваня это самое вот ему 70 лет было все правильно ты меня путаешь я меня сравнишь стыдно сразу стало как-то подожить к сожалению бабушки дедушки уже быстро растут какой мотор будем бабушки тоже книгу я даже не знаю но дело в том что никто не ест у нас торты то вот на какие обжоры заказывать заказываем по кусочку там одним нельзя другим нельзя третий не любят 4 еще чего-нибудь классическая ситуация одним соску щенка подавая другим с фруктами третьим без фруктов и начинается но аккуратно ваня ты живой я его наколоть не могу дуба лучше порваловались это проблема вообще а помню меня сестра я раньше очень как бы много пекла тортов тортов торты пекла да ну вот в таком возрасте как ваня у меня тети она урон диктор кондитер на кондитер она у нас и диктор и кондитер она меня учила торты печь я к ней приходила и вот но и занимались и я потом сама потом она просила так а теперь оплата за потраченные продукты потом я пекла дома или приносила и как бы давно это на пробу в общем я в детстве увлекалась тортиками я наверное какой нужен замуж вышла немножко их пекла но потом с тем что пришло очень большое разнообразие в магазинах я перестала заниматься и уже даже и не хочу хотя когда пошли эти красные бархат и всякие до торты я тоже их пекла все помнишь такой красный был торт для морковный вот это молочная девочка это тоже я сидела в общем сестра мне говорит придет к нам в гости там мальчишки спеки торт мы чай будем я я почему моя сестра а я спекла торт и всем не понравилось и крем был сметаной он приходит накрываем стол а он я не люблю такой торт я им только торты со сгущенка представляете первый раз гости пришел и заявляет здесь ну не ешь ради бога человек на сестру посмотрел думаю нормально а кто это был андрей серьезно да серьезно потом стал ее мужем он сгущенку банками наяривает ужас кстати да я как не ем торты только со сгущенкой ты не ешьте язык это пошла так отдельно сделаю мини кексик со сгущенкой а это я что ли про меня вам это взяла так открыла банку сгущенки нарезала хлеб закинула туда посыпала пудрой водки решить вожжете да и тортики сгущенкой и сладкая то есть посыпка на так ну чё иван ты смотрю вообще наелся да я тоже наелась ну чё мы почти в принципе то навернули вот так твоя станция моя вся чистая сторона это наверно по любому опять ты опять на нас съел что-нибудь столовую пиццу нет у нас сейчас не делают расчеты я ничего не и она все было очень вкусно да как же к домашней пельмешки то будут невкусными конечно после них сразу баньки хочется да еще надо делать нет мы будем давным еще уроки уроки надо эту четверть добить хорошие оценить хорошие оценки получите спокойненько идти отдыхать на новогодние праздники ну что друзья наши семь большое огромное спасибо кто с нами сегодня присутствовал кушал с нами слушал нас болтал с нами всем спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчики пишите комментарии всем пока 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 пока